Воскресенье Приветствую вас! Христос воскресе! Воистину воскресе! Освящается знамение сия крестное, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь! Сердечно приветствую всех, особенно местных жителей, но те, кто собрался на этом месте. Для меня это очень памятное, особое место. Я никогда не был здесь. Но мне много рассказывал об этом мой дед, священник Василий Степанович Гундяев, который здесь служил. Рассказывал о том, как, будучи уже человеком очень преклонного возраста, иногда в день проходил по 10 и больше километров, посещая больных, причащая. Вот для меня рассказы деда о пребывании в Башкирии сыграли очень важную роль в моем таком духовном становлении. Я видел в нем пример преданного Богу человека, священника, который не убоялся ни отдаленности места, ни безлюдия, ни вот этих гор, ни одиночества. Он был здесь один практически. А трудился во славу Божию и настолько помогая людям, насколько он мог помогать. Я хотел бы от всего сердца пожелать всем вам, мои дорогие, кто сегодня здесь присутствует, на этом месте, которое для меня очень духовно близко и значимо, пожелать в первую очередь душевного мира, здоровья, сил, крепости, спокойного и оптимистического взгляда на жизнь. И да хранит вас всех Господь. Христос воскресе! Воищу на воскресе! Помогаю вам Бог! Дай Бог вам Бог здоровья! Господи, я очень рад вас всех видеть. Господи, я припял. Я очень рад. Я очень рад. Очень рад. Господи, я очень рад. Господи, я очень рад. Господи, я очень рад. Дорогие отцы, братья и сестры, я первый раз на территории Башкортостана никогда не был здесь. Хотя, как уже, наверное, многие знают, через своего деда был связан с этой землей теми воспоминаниями, которыми он делился со мной еще совсем молодым человеком. Мы сегодня с вами совершили богослужение в последнее воскресенье пасхальное. И в этот день считается за литургией отрывок из Евангелия от Иоанна, повествующий о том, как Господь исцелил слепорожденного человека, того, который никогда не видел света, не видел окружающего мира. Он, по всей вероятности, был глубоко несчастным. И случайно он находился около храма. Видимо, здесь ему давали милостыню. А как еще этот человек мог заработать себе на хлеб насущный? И вот Господь его исцеляет. Это производит огромное впечатление на окружающих. Это явление несомненной силы, божественной. Но знаем, что фарисеи встретили это с ропотом, обвиняя Христа в том, что он исцелил в субботу, а в субботу, мол, ничего не полагается совершать в соответствии с принятым религиозным законом. И более того, сознавая, что этот исцеленный слепорожденный является ясным и ярким и убедительным примером особой божественной силы, исходившей от Спасителя, хотели всячески минимизировать последствия этого чуда. Напугали родителей слепорожденного вплоть до отречения от синагоги, то есть от общения с другими, обреченность на некое общественное изгнание. И напуганные родители все переложили на своего сына и говорят допрашивавшим их фарисеям, что вы нас спрашиваете, сын сам в годах, вы его спросите, что тут с ним произошло, а мы не знаем. И вот стали спрашивать Господа Спасителя люди, а почему такое наказание на этом несчастном человеке, который родился слепым, это что, наказание за грехи его родителей, а может быть за какие-то его грехи, которые он может в жизни своей совершить. И Господь отвечает, нет, это не наказание ни за родителей, ни за его грехи, на нем должны явиться дела Божие. И затем говорит о том, что он в мир пришел для того, чтобы совершить дела пославшего его отца. А затем совершенно удивительные по силе слова, которые свидетельствуют о том, что Господь – это действительно явление божественное. Он говорит всем собравшимся, доколе я в мире, я свет миру. Можем представить себе хоть одного самого выдающегося человека, великого философа, политического деятеля, императора, завоевателя, который бы сказал «я свет миру», но самый даже ненормальный и обуянный гордыней человек такого не скажет. А Христос смиренно говорит «я свет миру» и говорит в связи с исцелением слепорожденного. И в этой связи между его свидетельством о том, что он свет миру и фактом исцеления – глубокая связь. Потому что слепой в этом повествовании евангельском представляется как символ человека погибшего, погибающего. Он не видит света, он не различает предметов, он не видит дороги. Ему легко заблудиться, сбиться с пути. Ему нужен поводырь, ему нужен свет. И в этом смысле образ слепого – это образ рода человеческого. Мы все можем быть слепыми, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни нету божественного света, нам очень легко сбиться с пути. Ничего не стоит. На нас только нужно воздействовать силой убеждения, силой пропаганды, модой, общественными вкусами, политической волей. Да Бог знает чем. И человек с легкостью может изменить траекторию своего жизненного пути под влиянием вот этих внешних обстоятельств. А завтра возникнут новые обстоятельства и снова перемена. И ведь как часто так происходит в жизни. Если у человека нет путеводной звезды, если нету света, сила которого преодолевает всякие ложные человеческие маячки, всякие ложно расставленные светлячки, которые привлекают к себе человека, но идя на которые, можно точно голову разбить. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Мы знаем, что если маяк, который указывает путь кораблям, стоит в опасном месте и привлекает к себе мореплавателя, то это не маяк, это не свет, это свет гибели, смерти. А он может быть очень ярким. Вот так же в жизни многие привлекающие нас идеи, разные идеи. Чего только не было за человеческую историю, чего только сейчас не возникает. Откройте интернет. Когда погружаешься в эту стихию, понимаешь, сколько же там этих ложных светлячков, рекламы, различного рода привлекательных вещей, идей, которые как бы тебя втягивают в орбиту своего влияния, как тяжело не запутаться во всем этом, как тяжело правду от лжи отличить. А с какой огромной клеветой мы часто сталкиваемся на добрых людей и увлекаемые убеждениями начинаем порицать человека, совершенно его не зная, тем самым попадая в орбиту чьего-то влияния. Мы живем в том мире, когда вокруг нас тысячи ложных маяков, тысячи источников света не от Бога. А Господь говорит «Я свет миру» и точка, и никаких доказательств. Он не нуждается в доказательстве, потому что Он только что исцелил слепорожденного. Если кто сомневается, повтори это. Никто повторить не мог. Он явил вместе с этим чудом свидетельство о том, что только Он свет, а значит, нужно идти на этот свет, как бы много отвлекающих огней не встречалось на нашем жизненном пути. И вот это послание из глубины веков, двухтысячелетней давности, оно так актуально сегодня и для молодых, и людей среднего возраста, и пожилых, и для людей совсем простых, и для тех, кто во власти. Особенно у тех, у кого есть материальные средства, возможность многое себе позволить, ведь эти самые маячки постоянно к себе притягивают человеку и говорят поступай вот так, делай так, покупай это, думай вот так, смотри вот это. И ведь нередко сбиваются люди с пути, заблуждаются. Вот у этого слова заблуждение тот же корень, что у слова блуд. Мы знаем, что блуд – это потеря целостности человеческой личности, в результате чего происходят многие проблемы в жизни. Если человек сам теряет свою целостность, то целостность семьи теряется, даже коллектива людей. Блудящий человек – это заблудший человек. И в этом смысле слово блуд применимо не только к телесным порокам, как я уже сказал, разрушающим целостность человеческой личности. Слово блуд применительно ко всякому заблуждению, к потерю жизненных ориентиров. Сегодня великий день. Господь нам, блуждающим людям 21 века и с той глубины веков, говорит пронзительные слова, обладающие вечным и неприходящим смыслом «Я есть свет миру». И если мы эти слова принимаем разумом и сердцем, то мы становимся очень сильными. В наших руках оказывается мощный компас. Его невозможно сдвинуть никакими ложными целями. Он не повернет никуда, ни в какую сторону. Он не направит наш жизненный корабль на рифы, на камни или на мель. Он поведет нас правильным путем, хотя и нелегким, в Царствие Божие. Устрояя это Царство в своем собственном сердце, в своем сознании, пытаясь устроять его вокруг себя и тем самым открывая двери для вхождения в вечное Царство Божественной Славы. Я всех вас поздравляю с этим днем. Прошу в сердце своем и в памяти своей сохранять евангельские слова, которые мы сегодня слышали от самого Господа и Спасителя. Я есть свет миру. Аминь.